всем привет друзья вы на канале gadget page и сегодня у меня на обзоре hi-fi mp3 player от компании shanling который профинансировала на своей краудфайдинговой платформе компания xiaomi модель называется m0 и на коробке в которой он упакован мы видим что плеер выпускается в нескольких вариантах расцветки на этом также сделан акцент в небольшом промо-ролике где плеер показан со всех сторон и меняет цвет на протяжении всего видео на лицевой части коробки также есть перечисление особенностей устройства и поддерживаемых стандартов на задней стороне есть перечень некоторых технических характеристик на разных языках отсюда вижу что у плеера есть поддержка bluetooth 4.1 что позволит ему подключаться и корректно работать с любыми современными беспроводными гарнитурами и также плеер поддерживает micro sd карты с объемом памяти до 512 гигабайт коробка которая достается изнутри выполнена в черном цвете и плеер внутри также окружен материалами черного цвета под плеером и нишей в которой он лежал находится гарантийный буклет и инструкция в которой также присутствует английский язык и расписано много подробностей про использование плеера и также есть таблица с подробными техническими характеристиками еще в комплекте с плеером идет прочный метровый usb type-c провод с оплеткой которая по виду напоминает веревку сам плеер очень компактный большую часть спереди занимает стекло и двухдюймовый сенсорный экран под ним толщина плеера 13,5 миллиметров размера сторон корпуса 40 и 45 миллиметров весит устройство всего 38 грамм на нижней грани корпуса находится type-c разъем для зарядки и миниджек для наушников с правой стороны плеера находится кнопка включения которая по совместительству является регулятором громкости и крутится по аналогии заводного колесика у наручных часов с противоположной стороны на плеере находится слот для micro sd карты памяти он прикрыт тоненькой пластиковой крышкой хочу также озвучить сначала звуковые технические характеристики плеера и перейти к обзору меню и функционала итак выходная мощность плеера 80 милливатт частотный диапазон от 20 герц до 20 килогерц динамический диапазон более 105 децибел выходной импеданс 0,17 ома рекомендуемый импеданс наушников от 8 до 300 ом в плеере стоит аккумулятор на 630 миллиампер часов для его полной зарядки понадобится около двух часов а на полном заряде плеер должен протянуть от 13 до 15 часов в режиме беспрерывного прослушивания музыки также плеер поддерживает ld ac и aptx технологии и еще его можно использовать как транспорт или юсб цап в меню интерфейсе я же увидел то чего я хотел увидеть в меню импетре плеера в 2018 году устройство предназначено строго для музыки здесь нет никаких отвлеченных от музыки параметров или возможностей типа просмотра картинок или мини-игры кульпулятора иконка моя музыка является полноценным плеером куда загруженная вами музыка попадает только после обновления библиотеки через настройки после все песни на устройстве через этот плеер можно отсортировать по жанру исполнителю или альбому и также создавать плейлисты или список избранных песен при наличии обложек вшитых файл они будут отображаться во время проигрывания на месте логотипа производителя управление музыкой также максимально привычное и простое есть кнопка смены порядка воспроизведения и можно смотреть информацию о песне или ее текст если он имеется файле и отсюда также можно регулировать некоторые параметры звука которых тут кстати немало есть тут параметр максимальной громкости и громкости по умолчанию можно также отрегулировать баланс звука между правым и левым наушником можно выбрать одну из нескольких установок эквалайзера и самостоятельно отрегулировать еще парочку звуковых параметров пока вы не обновите библиотеку посмотреть аудио файлы на флешке и также воспроизвести их можно через диспетчер файлов отсюда же песни можно и удалять отдельным пунктом вынесены звуковые настройки до которых можно добраться из плеера и который мы только что смотрели и есть еще пункт с основными настройками где есть весь необходимый набор чтобы полностью персонализировать плеер для дальнейшего использования отсюда и происходит обновление библиотеки и bluetooth для подключения гарнитуре тоже включается здесь есть настройки яркости и авто выключение дисплея имеются параметры таймера сна и отсюда можно настроить время и режим подключения по юсб также есть настройка где можно выбрать из трех вариантов какое действие будет происходить при довольном нажатии кнопки есть также несколько цветовых тем отличающихся фоном который как раз должен сочетаться с разными цветовыми моделями плеера и в конце списка настроек можно посмотреть информацию о плеере сбросить все настройки и проверить обновление системы что касается звучание плеера то тут все на высшем уровне устройство может выдавать очень громко и глубокое и качественное звучание и плеер абсолютно заслуженно считается хай фай устройством другой вопрос кому кроме ярых ценителей и аудиофилов нужен mp3 плеер 2018 году когда каждый второй рядовой пользователь слушает музыку на своем смартфоне используя его как плеер или через приложение стриминговых музыкальных сервисов но само по себе устройство все равно имеет право на существование и как я считаю производитель постарался на славу дав нам возможность 2018 году насладиться очень качественным звуком через ультра компактный современный удобный mp3 плеер также производитель вскоре обещает выпустить несколько видов чехлов для плеера один из которых будет застежка и возможностью закрепить плеер на запястье или в другом месте свое мнение о том нужен ли такой плеер и mp3 плеер в принципе 2018 году можете оставлять в комментариях свои вопросы также можете писать туда а на этом мой обзор подходит концу не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк если обзор вам нравится всем спасибо за просмотр всем пока а